В парке Ривьера идут последние приготовления к празднику. Специалисты сооружают фотозону в виде ворот. Своего выхода уже ждет и главный персонаж торжества – пальмовая девица Масленица. Ее миниатюры уже готовы и у сочинской художницы Людмилы Емельяновой. В отличие от большого чучела, ее куколок можно оставлять дома, как талисманы. У них даже лицо есть. Она приобретает Масленицу, вот такую куколку. И многие не только ее сжигают в день, когда прощеное воскресенье, но и держат дома, как талисман, как оберег. Делается это из пеньки, спирот делается общая форма куколки, потом ручки отдельно, а потом уже отдельно фартук, косыночка и ленточка. А глазки делается из гороха, потом раскрашивается. Но многие, некоторые думают, что Масленица должна быть без глазок, без улыбки. А вообще, по поверью, еще изременнее, Масленица была очень красивой, румяной, веселой девушкой. Помимо Маслениц, тут можно приобрести множество других подделок. Рыбки, слоны, ежики и много других животных, сделанные из глины, кожи и дерева. Кстати, сочинцы смогут научиться делать сувениры своими руками. Мастер-классы специалистов пройдут в полдень. В это же время для детей начнется театрализованная игровая программа и конкурсы на лучшую частушку. Во второй половине дня свою силу смогут проявить взрослые, посоревноваться в бою на бревне, поднять гири, штанги и поучаствовать в других состязаниях. Окончание зимы в парке Ривьера отметят действительно с размахом. Все, что на Масленицу положено по традиции, мы в этом году решили провести. Ну а финалом нашего праздника станет театрализованное представление, концертно-театрализованное представление на ступенях выставочного зала. И, конечно, завершим мы все это традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы, которое мы уже сделали, и оно уже готово к празднику. Отведать блинов, чаю и приобрести сувениры можно будет уже с 11 часов. Народные гуляния будут продолжаться до позднего вечера.